приветствую всех на канале я наталья и сегодня такой не запланированный урок но покажу как сделать бант украсить павлины из ленты 4 сантиметра обычно я использую ленту два с половиной сантиметра но сегодня вот что-то новенькое сегодня такой урок немного что происходит за камерой за кулисье и покажу как я например что-то рассчитываю как это все происходит раньше я использовала ленту 25 миллиметров но в этом размере ой в этом цвете у меня нету размера 25 миллиметров и я решила сделать бантик из лент 44 сантиметра на 38 миллиметров округляем и как я обычно это делаю конечно же размер бантика зависит от ширины лента и вот в данном случае например для пробы вот я начинаю примерно здесь лента будет сшиваться я складываю вот как будто это бантик и примеряю здесь он будет у меня немного шире но не шире именно вот этой широкой стороны хвоста поэтому вот я вижу что здесь чуть-чуть получается больше значит я беру вот так уменьшаю вторую сторону примерно на такое же расстояние здесь как бы не так сильно миллиметра высчитывать но в любом случае как бы надо вот придерживаться и снова я примеряю вот в данном случае мне именно такой размер вот подходит здесь у меня будет еще второй бантик хотя можно лента совместить и вот я беру вот этот отрезок значит не нужен беру линейку и вымеряю у меня получается так вот 26 с половиной сантиметра но возьмем 27 и отрезаю такие отрезки так павлина пока отложу 27 сантиметров один отрезок и сразу отрежу второй отрезок и также покажу способ которым я пользуюсь без сшивания вот этих лент как как это быстро когда мне надо много бантиков сделать конечно же все края мы обрабатываем чтобы они у нас не сыпались вот так что я делаю дальше я сгибаю ленты пополам и отмечаю середину здесь можно руками можно чуть-чуть зажигалкой ну вот я отмечаю мне все видно одну ленту и вторую ленту вот таким образом что я делаю дальше я воспользуюсь двухсторонним скотчем вот и на одну из лент я его пока приклеил вот посередине где мы отметили вот таким образом чтобы ускорить работу я подклеила сразу на два отрезка и что мы делаем дальше складываем ленту вот таким образом вот здесь у нас середина мы помним примерно чтобы у нас получилось вот расстояние между вот этими концами ленты примерно 5 сантиметров вот для чего это мы будем бантик складывать вот таким образом мы сведем вот сюда один края и затем вот таким образом мы также сведем края у нас получится вот чтобы вы здесь было небольшое расстояние или впритык или небольшое чтобы не получилось что вот этот бантик внутри вот этого бантика я снимаю защитный слой от первой ленты и как я уже говорил но я уже на глаз так делаю вот 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 примерно вот таким образом и все подклеиваем что я делаю дальше теперь вот эту ленту я снимаю и свожу края вот сюда мне когда надо сделать много бантиков именно вот этим способом я и пользуюсь мне даже их сшивать не надо и теперь нам надо вот эти края свести вот сюда что я делаю мне также понадобится скотч отрезок скотчу вот я наклею сначала вот на этот край конечно это все можно сшить отдельно бантики и затем все все это как бы подбирать вот следим за тем чтобы у вас здесь края были одинаковые убираем скотч и подклеиваем одну сторону так вот чуть-чуть кривенько пошло снимаю вот чтобы все у нас ровненько вот эти вот края были вот одна сторона и вторую сторону многие наверное видели в интернете как рукодельницы пользуются вот таким способом именно двухсторонний скотч надо наверное поставить памятник человеку который придумал двухсторонний скотч очень облегчает работу снимаю вот этот защитный слой и подклеиваю так вот все у меня ровно все идеально вот что получается что я делаю дальше я беру вот так ноготками делаю одну складочку вторую складочку и третью складочку вот что получается и когда у меня все сложено я беру нитку обыкновенную нитку и вот это все вот так вот обкручиваю и завязываю узел надо немножко приноровиться для того чтобы складывать вот эти складочки но уверяю вас все у вас пойдет очень быстро так снова мои соседи шумят очень извиняюсь и теперь мне хочется украсить еще бантик тонкой лентой тут я беру складываю петельку вот таким образом также примеряю все это на бантике беру клей нагрелся и прямо так на бантике я подклеиваю конечно когда я вам даю размеры то я все это вымеряю и говорю сколько ленты как бы надо но в данный момент вот как это происходит на месте вот таким образом лишнее обрезаю и подклеиваю уже таким образом бантик надо обтянуть и обычно я использую ленту 5 миллиметров у меня ее нету поэтому я беру полтора сантиметра вот так сложила две части так одну часть подклею вторую и вот таким образом обработаю сам бантик серединку конечно же все лишнее подрезаю так вы сейчас спросите почему я делаю на лицевой стороне так как бантик у нас будет вот таким образом приклеен чтобы не было с этой стороны и все подклеиваю даю закрепиться и прежде чем приклеить бантик конечно же надо прикрепить вешалку у меня лента 3 миллиметра я ее вот с задней стороны продеваю в отверстие и делаю узелок вот таким образом и затягиваю все лишнее подрезаю и конечно запаиваю теперь раскрываю вот эту петельку и перехватываю заднюю часть слежу за тем чтобы петелька у меня не перевернулась и все у меня лежала ровно и вот этот узелок у нас будет вот здесь сзади спрятан вот таким образом узел узелок прячем вот в это отверстие и подклеиваем его даем закрепиться края бантиков чуть-чуть подрезаем под углом и конечно обрабатываем огнем и теперь примеряем бантик можно по-разному приклеить можно ровно мне хочется приклеить его именно вот под углом чтобы здесь было как бы с левой стороны высота а здесь вот так вот все припрятано и я примеряю бантик и смотрю где мне надо нанести клей чтобы бантик как бы вниз не нанести лишнего чтобы не осталось клей поэтому клей буду наносить на сам бантик и вижу что вот эту часть приклеивать мне клей наносить не надо иначе потом его не убрать а вот здесь я могу нанести клей и все подклеить конечно если нам надо будет еще потом клея то мы его нанесем вот вы видите что здесь остается все чисто никакого клея и прижимаю когда основная часть бантика у меня приклеена я беру и вот таким образом рассматриваю вот видите здесь пустое место я могу нанести клей и подклеить его и видно не будет и будет лучше держаться наношу чуть клея и нижнюю часть бантика подклеиваю прижимаю верхняя она потом не подклеится только нижняя вот видите верхняя и также просматриваю вот эти стороны здесь все подклеено вот здесь я могу подклеить прямо на бантик наношу и подклеиваю вот нижняя подклеилась верхняя нет вот здесь могу чуть-чуть подклеить чтобы бантик у меня ровно как бы стоял и вот так просматриваю все края все подклеиваю и также немного подклеил вот тут ножкам павлина совсем чуть-чуть вот я наношу клей из-под низу как бы и подклеиваю ножку павлина в зависимости от расположения возможно понадобится и вторая ножка подклеена быть но мне не надо по желанию конечно можно добавить еще страз вот я добавила сюда и на крылышко и вот такой павлин у меня получился идеальное сочетание со всеми игрушками а как вам кажется а на сегодня все надеюсь такое видео экспромт урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока